Смотрите, почти 10 лет у нас монополизированы мигрантами строительный рынок, торговый рынок и сфера обслуживания. На рынке уже русскую речь не услышишь. Почему нам, в мегаполисах, нашему правительству вместе с региональными властями, не создать строительные техникумы, рынки? Почему не обучать нам нашу молодежь, пусть она себе построит жилье и нам в том числе? Для этого нужна только воля и такая программа необходима. Это можно сделать. И второе, о чем я хочу сказать. Смотрите, в мире, в развитых странах 20% предпринимательства приходится на молодежь. У нас только 2%. Ну давайте изучим опыт Китая, Японии, Германии, других стран, как это делалось там. И вовлечем молодежь в том числе, особенно сейчас, может быть, и в селе как раз. Это же очень важно, создать такие стимулы и тоже будет мотивация для того, чтобы молодежь трудилась. Почему это очень важно? Потому что сегодня у нас новый посол в России. Мы сами знаем, что будут шнырять спецслужбы. Давайте у них выбивать вот эту почву. И давайте нашу молодежь защитим тем, что дадим ей возможность трудиться, честно работать и содержать свои семьи. Спасибо. По поводу того, чтобы изучать опыт и принимать опыт других стран, в том числе в работе с молодежью. Ну, конечно, мы, безусловно, должны делать это и будем изучать опыт. Но там очень много негативного опыта. Там как раз и наркомания, там как раз и ксенофобия процветает часто. Там всякие другие, не совсем традиционные, значит, ну, понимаете, о чем я говорю. Вот, так что этот опыт нам не нужен. Вот, ну, есть и положительные, конечно. Мы должны анализировать в целом и брать самое лучшее, безусловно. И из нашей истории брать самое лучшее, из нашей культуры. Ну, и смотреть, что в других странах делается. По поводу другого опыта, связанного с, скажем, с мигрантами, там брать нечего. Там одни проблемы. Вот там хуже, чем у нас. Они уже публично заявили о крахе той политики, которую проводили до сих пор. Публично сказали. Для западного истеблишмента это вообще уникальная вещь. Никто не мог поверить, что лет пять кто-нибудь отважится сказать такие вещи. Но теперь не только говорят, но и пытаются что-то делать. И все получается очень неуклюже. У нас лучший опыт. Потому что наша страна складывалась изначально, как многонациональные и многоконфессиональные государства. У нас есть традиция не просто о сосуществовании, а взаимопроникновения культур и религий. И это чрезвычайно важный такой бэкграунд для нас исторический, который мы, безусловно, должны использовать. У нас, скажем, 10% почти мусульманского населения. Но это никакие не иммигранты. Это наши граждане. Понимаете? У них другой родины нет. И они в большинстве своем относятся к России, как к своей большой родине. Есть малая родина, а есть большая. И мы никого не должны дискриминировать. Но в то же время на локальных рынках труда, скажем, нужно научиться по-современному их регулировать. И вот вы упомянули, скажем, о целых отраслях, которые иммигрантами заняты. Там строительные отрасли, там рынки и так далее. Вы знаете, конечно, нужно открывать и средние учебные заведения, и высшие, и профессиональные. Нужно молодых ребят и девушек учить, воспитывать и так далее. Все это нужно делать. Но нужны другие меры регулирования. Скажем, в строительной отрасли, если бизнесу выгоднее нанимать на дешевые, на маленькие деньги иммигранта, то хоть там каждому милиционеру представь, или полицейского, да, Дмитрий Анатольевич, полицейского, то толку не будет никакого. Все равно они будут нанимать иммигрантов, понимаете? Поэтому нам нужны здравые экономические меры. Придумать не так просто. Вот мэр Москвы Собянин Сергей Семенович, он предложил расширить вот эту патентную систему, сделать ее более гибкой, приспособить каждому региону Российской Федерации таким образом, чтобы мы экономическими способами и средствами могли влиять на предпринимательское сообщество при найме на работу. В Москве это может быть одна стоимость патента, в Рязани другая, и дать право регионам гибко регулировать и использовать этот механизм. Ну давайте попробуем его внедрять, посмотрим, что из этого получится. Но если, я сейчас обращаюсь не только к вам, а ко всем коллегам, если у вас будут свои идеи, то мы вам будем очень благодарны за ваше предложение по поводу того, что и как мы должны сделать цивилизованными современными способами для того, чтобы улучшить регулирование в этой очень чувствительной сфере, согласен с вами. Уважаемые коллеги, я вас хочу поблагодарить еще раз и за совместную работу в первом полугодии, и за сегодняшнюю нашу встречу. Мне очень хотелось, чтобы мы действительно в такой неформальной обстановке собрались именно здесь, в Крыму. Ваши коллеги из парламента Крыма и из законодательного собрания Севастополя, они приезжали в Москву, вот в те судьбоносные, как я уже говорил, дни они были. Но я думаю, что многие тоже уже побывали здесь, в Крыму, но, наверное, и не все. Мне очень хотелось, чтобы все сюда приехали, походили, с людьми пообщались, почувствовали атмосферу, подышали этим воздухом, посмотрели на Крым, на Севастополь. Потому что, знаете, когда все своими ушами услышишь и глазами своими увидишь, когда напрямую с людьми пообщаешься, тогда все становится более понятным, более свежим, более живым. И от этого, надеюсь, от этого живого восприятия этих субъектов Федерации у нас с вами будет возможность точнее реагировать на все происходящие проблемы, на все проблемы, которые здесь накопились, более выявленные решения применять по разрешению этих проблем, и транспортных, энергетических, водных, каких угодно. И еще одно соображение, которое не могу не сказать в связи с Крымом. Здесь уже звучало, и у людей вопрос иногда звучит, что вот дорого, но как вот Россия на это смотрит? Вы знаете, Крым, Севастополь – это часть России. И поэтому развивать нашу страну в любой ее части – это абсолютно нормальная вещь. Это делается, конечно, это, конечно, делается и для граждан, которые здесь проживают, но это в то же время делается для всей страны. Это не какой-то подарок, это наша обязанность с вами развивать все территории Российской Федерации. Ну а если какие-то территории отстают, на них мы должны обращать больше внимания, это мы делаем примительно, скажем, к Дальнему Востоку. И наши планы не меняются в этом отношении. Это мы делаем в отношении некоторых субъектов Российской Федерации на юге нашей страны. И здесь ничего не меняется. Вот такой же особый подход пока мы должны приметь и Крыму, имея в виду, и Севастополь, имея в виду, что он, конечно, в своем социальном, экономическом развитии отстает от средних показателей Российской Федерации. Но мы, безусловно, это будем делать в интересах всей России. Большое вам спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...